добрый вечер дорогие друзья сегодня представляю вам такую игру как вортелс вышло новое обновление 1.21435 я в эту игру она находится в раннем доступе играл во все ее предыдущие версии мне очень понравилось хочу с вами поделиться этой эмоцией и вместе пройти быстренько эту игру и посмотреть чем она богата сразу хочу сказать что наши ролики mount and blade banner world будут никуда они не денутся а вортелс это так маленькое отклонение так ну что начнем новую игру так что я хочу сразу сказать игра сама по себе очень сложная потому что с каждым днем проведенным в игре все противники так или иначе становятся сильнее по спутникам вот мы выбираем спутников я всегда выбираю люди сопровождающие люди сопровождающие потерявших нанимателей купцов так почему потому что но из всех минусов это минус одно лекарство но зато плюс 150 монеток самом начале это очень радует есть такие друзья подмастерья у них влияние 30 но влияние мы тогда будем в бою но опыт минус 30 он тоже в принципе не очень страшен потому что мы его тоже наберем это не минус 30 каждому бойцу навсегда это просто при старте каждый боец будет иметь и от стартовых там 50 100 150 200 опыта будет минусоваться 30 поэтому особо ни на что тоже не влияет при том всем что у меня есть мой любимый набор персонажек из которых я играю сейчас я про них расскажу чуть дальше так дезертируем тут у них розыск 50 и опыта 50 сразу при старте это тоже только при старте потом он не будет влиять ни на что молодые фермеры плюс 10 буханок хлеба на минус 50 крон и разбойники 100 крон плюс 195 розыска он понижается тоже ни на что не влияет но я беру вот эту сейчас объясню почему потому что это 150 крон есть мечник воин копейщик и дикарь продолжим так ваши спутники бонусы так плюс 10 так снижает скорость с которой набирается усталость хороший бонус но я его не беру хитрые бойцы получают бои опыта полученный в бои опыт на 10 на 10 процентов быстрее тоже хорошо но тоже не очень интересно телосложение повышается на 10 процентов тоже хорошо вот я выбираю сюда умело блефуют потому что плюс 10 процентов критическому урону это всегда радует так могут продавать что угодно и кому угодно понятно вот я выбираю умело блефуют так и штрафы штрафы вот короткий вид который дает снижение плюс один веса это очень плохо счастье отряда в принципе всегда повысим но тоже нежелательно критический удар снижен на 3 у нас на 10 можно в принципе на семерочку сойтись но тоже не стоит вот опасность во время стоянки повышается на 10 процентов я выбираю всегда и и вот есть еще алчность всем по монетке плюсом но я выбираю не умение вставать с колен потому что когда стоянки мы стоим нас могут атаковать и разбойники и детей звери но по карте проиграл много раз разных я сделал вывод что просто есть места где обязательно будут атаковать если вы остановились а есть места там где можно ночевать и хоть будет 90 процентов и сто процентов что у вас нападут там не нападут так начинаем с от этого графства килл-тренд потому что я тут немножко пробежался посмотрел можно выбрать другое но мы оставим килл-тренд потому что стартовая позиция всю сложность я выставлю на легком объясняю почему потому что соперники будут становиться все сильнее сильнее но мы не будем затягивать эту кампанию и постараемся и очень быстренько пробежать но особенно я хочу показать как я это делаю друзья напишите пожалуйста кого выбираете вы и какие перки выбираете штрафы вы и почему вы это делаете если вам не сложно конечно так начнем не будем заморачиваться назовем три единички нашу сохранку так первый мечник я всем выбираю вот такую штуку как ярость ярость этот дуб удар нам дуб удар всегда можем всегда выбираю одноручный меч и щит так внешность оставляем такую же выбираю ярость ярость дуб удар все остальное все очень хорошо но как показывает практика лучше дуб удара ничего нет так готово да то вам всех я выбрал у пони нету ничего я пони не беру как война он я его прокачиваю всегда чтобы он таскал больше вещей ну что начинаем начинаем если вы в первый раз проходите эта локация всегда будет стартовая она не меняется потому что это графство тел тренд всегда стартовым является так пауза смотрим что мы тут собираем все что валяется эта игра мне напоминает старый добрый фоллаут тактикс почему-то не знаю почему сейчас вот этих разбойников мы быстренько развалим так а то вам два разбойника смотрим где-то лучник вдалеке это ближайшая позиция не добежит до лучника не добежит до лучника меч никто же не добежит а копейщик тоже не добежит это очень плохо потому что лучник сразу навалит хорошо тогда сделаем вот так вот начнем сразу валить хулигана хулигана обходим его со всех сторон сейчас лучник нам лупанет так и пробуем его добить окружили его когда мы его окружаем тремя бойцами у него падает характеристика его легче лупануть ну так как это только начало игры все четвером ели ели не забили вот появилась ярость спасибо и вот теперь мы его точно забили воодушевление получили и все движемся к лучнику начинаем второй раунд смотрим кто там лучника обогнет первый парень с дубиной есть так мечник не дотянулся топорщик не дотянулся но я думаю что мешает копейщик сейчас мы копейщика подтянем есть у него еще одна ярость отлично завалили их завалили так забираем 3 дерева чиним доспехи за счет инструментов в инвентаре и и и и прокачиваем нашего топорщика значит что я делаю вот наши характеристики выпадают плюсиков выпадают рандомно выпадают например 2 плюсика на силу сила даст больше рубящего удара и больше урона на ярость поэтому мы обязательно ее выберем а вот например бы хотелось бы на критический удар чтобы было два плюсика но тут один возьмем силу хорошая штука и выберем вот такое вот буйство почему потому что это еще один доп удар который наносит три раза по цели ярость наносит три удара топором по цели и доспех средний ну выбираем среднюю броню автоматически дается тяжелая это тоже средняя броня тяжелая но вот этот овации они мне не нравятся поэтому берем среднюю броню и берем вот этот топор вот у топорщика я беру только вот этот перк так забираем железо нашли конюшню сейчас в бочечках быстро заберем ткань смотрим по миру разбросаны все эти анишки и мы их собираем так и все вот этой уверенной компанией мы топаем вот сюда вот здесь находится тюрьма тюрьма это не только место куда мы будем сдавать пленных преступников а еще и место где мы можем поймать точнее нанять очень хорошего бойца перед тюрьмой мы все время сохраняем сейчас объясню почему потому что сейчас покажу у нас костер на привале наши четыре бойца которых два которых мы распустим я не играю никогда не за копейщика не играю никогда не за дикаря так тут у нас сундук есть вот в этой версии сундук сразу дается мне это не нравится почему потому что когда мы выбираем например профессию умелец сундук можно было скрафтить вот он лагеряный сундук и получить за него очки фокуса вот сюда вот чтобы потом можно было куда то их раскинуть ну в этой версии сундук дается сразу поэтому невозможно скрафтить он даже пишет что его можно создать всего лишь один но зато теперь краденые товары вор которого мы можем назначить может продавать их на привале такого раньше не было по крайней мере я такого не помню у каждого бойца помимо того что у него есть специальность например меч у него есть еще черты проворство ловкость повышается на 5% это очень хорошо трудя грузоподъемность повышается на 3 сила повышается на 5% и проворство хорошие ребята у них нету негативных черт но это не всегда так так как я отряд всегда беру 8 человек я беру 2 мечника я беру 2 топорщика я беру 2 лучника и беру 2 лесничих 2 ассасина которые работают с ножами и все вот 8 человек мне хватает чтобы пройти всю карту больше я не беру и не прокачиваю восьмерых очень хорошо прокачать и по наличию наших умений вот тут они дальше будут открываться восьмерых вполне хватает так ну к умениям чуть попозже все хочется сразу рассказать но чуть попозже так мы сохранились заходим в тюрьму заходим в тюрьму в тюрьме сидит всегда 3 бродяги всего в тюрьме может находиться 6 человек то есть если мы пленных берем например четверых то в тюрьму мы их не запихнем поэтому больше 3 цепей для ловли пленных брать не надо так что еще тут хотел я хотел тут взять веревки на палатку на палатку на палатку почему на палатку потому что вот здесь на палатку нужно 2 веревки я взял 3 ну пускай будет 3 6 ткани 6 кожи скрафтим мы палатку пускай останется одна веревка мы с нее крюк скрафтим теперь смотрим а в принципе сейчас вот смотрите к чему я вот лучник лучник нам очень нужен при старте кабанье воспитания воля повышается на 3 когда боец находится рядом с кабаном в лагере это помимо пони мы можем там брать себе в отряд и кабанов и медведей и волков ну я считаю это не очень хорошим пирком но с ним можно брать еще бойца даже если кабана никогда не будет в отряде ну я считаю что он не нужен вот храпун увеличивается риск повздорить не палатить с другими членами отряда вот это уже очень плохо потому что когда они начинают между собой ругаться это минусует на их характеристике они должны между собой иметь хорошее отношение так для удовлетворения мяса мясо и рыба хищника его надо обязательно кормить мясом и рыбой у нас в данный момент даже его нет вот плохой перк точнее плохая черта но не смертельно а вот храпун это плохая черта вероятность очень большая что они повздорят между собой не берем так топорщик у нас уже есть мне интересно смотрим кто еще вот мечник мечник красава значит оборона у него плюс 3 процента карманник тырит у нас 3 монетки с общего то есть ему каждый день надо будет платить на 3 монетки больше и пьяница его еще надо и поить все время нету нету интересных бойцов поэтому мы тут ничего делать не будем и бежим мы в одно секретное место где есть очень хороший боец который нам достанется бесплатно так атакуют нас крестьяне точнее не крестьяне вот эти вот рыцари которые грабят беженцев мы с ними мило поболтаем есть возможность напасть на них получить 5 кожи мы не будем их пока трогать дать им 3 бутылочки вина чтобы они пошли бухать и от нас отстали или просто уйти мы пока уйдем просто пускай они дальше и бегают мы забежим на соляные шахты на соляные шахты мы забежим так тут нам парень говорит что у него проблемы он не может добывать соль потому что железная руда ему мешает мы ему даем 15 очков влияния вот они у нас 19 и он нам разрешает покопаться у него в шахте вот тут висит руда значит что самое плохое в этом когда мы даем кому-то какой-то вот навык шахтера новая профессия этот человек должен только этой профессии заниматься чтобы ее прокачивать и открывать следующие перки если мы будем менять людей переназначать это будет вообще невозможно мы никогда не откроем все перки на всех профессиях в данный момент будет дикарь потому что шахта такая себе профессия шахтер потом нам нужен чтобы добывать больше руды но мы его потом переназначим бьем пока есть зеленая на кружке чтобы получить больше железа больше опыта вот мы получили у него уже 20 20 очков получили с 80 до следующего если мы поменяем ему профессию вернем его опять на шахтер он будет начинать опять с нулей очень неудобно но как бы я не говорил что игра легкая поэтому если мы берем шахтера то он будет шахтером до конца игры зато когда мы его прокачаем максимально уже сорокушечка то он будет добывать нам помимо железа еще и кучу драгоценных камней которые нам потом в течение игры будут очень помогать так загорелся он зеленым принимаем свои 15 очков влияния обратно плюс мы еще налупашили железо двадцатку так у нас сундук почти полон 38,5 мы можем 53 так что перевес надо держать очень аккуратно теперь мы идем за хорошим бойцом проходим вот сюда вниз обогнуть ферму лучше вот с этой стороны тут два бандита сейчас я закрою сундук так получили мы первое очко знания я всегда выбираю первым это карьерные планы потому что мы всегда за очки влияния а у нас их будет потом очень много и нам будет их некуда девать мы можем нашим бойцам раскидывать бонусы так как нам надо поэтому первое ребят то что надо взять вот как только оно появилось это карьерные планы вот так вот они появились и это прекрасно движемся дальше движемся дальше и движемся мы вот этой мельнице так не видать разбойников это очень хорошо не заходим квестовый злодеев сохраняемся всегда сохраняемся перед тем как куда-то зайти так а вот уже бандиты заходим видим тут перебитых бандюков которые лежат их перебил кстати вот тут мужик с короной красной и один раненый мы к нему подходим и исцеляем его исцеляем зачем мы это делаем потому что это прекрасный боец который сразу прокачан до второго уровня мы его вербуем вот стрелочка значит появился он заходим на него и видим что вот у него есть очки навыков которые вот тут сейчас мы тоже тут разберемся но сейчас не до этого мы заходим в него и видим что он медик у него есть первая помощь нам это не надо пока не лутаем вообще ничего выходим и делаем загрузочку перед входом этой мельницы это очень важно сейчас объясню почему игра дает возможность выбрать науки при первом общении с персонажем вот мы в него опять заходим мельничку опять не лутаем заходим в него исцеляем и вербуем смотрим у него бег он уже не медик он у него есть бег бег нам тоже не нужен выходим опять загружаемся и ловим ярость потому что каждый наш боец который будет у него должна быть ярость для доп удара и только тогда восьмером с доп ударами со всеми вот этим тройным ударом топором плюс ярость мы будем выносить тут все ну не то чтобы все но при наличии хорошего оружия и броню сможем ребят вот это вот движение которое я сейчас делаю да в игре оно может занять очень много времени не ленитесь пожалуйста вот хорошего бойца в начале игры да плюс с яростью это просто шикарно вот все у него есть ярость это то что нам надо он еще и доброволец у него жалование уменьшено на 10 и плюс он еще сильный это вообще шикарный набор для бойца вкидываем ему вот эту обязательно вот эту почему потому что каждый раз когда он кого-то убьет ему будет дополнительные вываливаться очки доблести они сейчас у нас вообще на нулях из 5 поэтому мы берем обязательно вот эти очки доблести так вот теперь карьерные планы смотрите у нас есть 19 очков влияния карьерные планы когда мы выбираем они чего-то стоят вот очков влияния конечно же первое что мы качаем это критический удар и движение чтобы можно было добежать до любого бойца на карте сразу и критически нанести ему урон вот на примере я выбираю 1 становится 5 процентов и будем платить 10 процентов 10 очков влияния выбираю двоечку и она будет стоить 40 у нас такого нет поэтому мы не спешим мы выбрали ему славную победу подождем просто когда у нас будут очки влияния чтобы его прокачать нормально так за вот этой бочкой обязательно есть такая штука так сейчас я ее быстренько заберу лежит там вот такой типок у него есть вот эта вот книжечка рабочее руководство оно нам очень надо потому что оно дает нам одно очко знания так лутаем все остальное проверяем везде чтобы ничего не пропустить коробочки так свежую мяту обязательно забираем вначале она нам для еда не пригодится но 3 монетки тоже хорошо монет как монетки так и обязательно зерно так все всех облутали выходим сохраняемся и теперь пятером уже идем вот этих троих разбойников одеть в цепи потому что это наш доп заработок каждого разбойника которого мы сдадим он даст нам по 50 монет в начале это очень много так они в тумане я так понимаю да так вот сюда вот сюда ну где то так смотрим он первый не ходит да он добежит поэтому мы его так вот в туман отправим эх ладно ничего страшного следующий будет ходить лучник мы его все равно кружили никуда не денется он еще и в своего попал хотел в гатерто стрельнуть но попал в своего смотрим следующий будет ходить вот этот вот хулиган сейчас мы его зажмем топорщиком осталось у него 3 очка здоровья заходим гатертом со спины и вот теперь у нас появляется возможность его оглушить потратить цепи шансов 69 процентов это нормально пробуем и вот наши доп монеточки вот сюда вот к лучнику вернемся и теперь зацепим вот этого парня так копейщиком немножко лучника подвинем окружение он получил лучник лупанул вам бронюшку с ядом ничего страшного так смотрим кто следующий следующий будет вот этот хулиган лупашим его мечом сейчас он еще раз лупанет нашего мечника блин вот это я неправильно сделал но даже не буду говорить об этом ничего подойдем тихонечко его подрежем копьем убьет он его на следующий удар поэтому не будем влазить так сейчас там лучника надо немножко привязать к себе чтобы он не стрелял с лука когда лучник переходит в ближний бой он бьет с руки и максимум наносит урон на двоечку вот он единичку нанес с руки он никакой так проверяем сможем ли мы его взять не сможем если мы ударим ножом мы его убьем с ярости мы его тоже убьем у него слишком много здоровья чтобы его взять на цепи ладно тогда я подрежу немножко лучника на пятерочку отойдем немножко в сторону не добиваю потому что мы их ловим вот цепи 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 55 маловато но попробуем промах 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 но вот этого мы никак не снизим здоровье поэтому добьем его ударом топора и будем теперь тренироваться на лучнике так пробуем есть оглушение забрали гатерту ножичек выбили такой неплохой починим бронюшку вот два наших пленника так сколько у нас 33 не хватит на нормальное распределение очков у нас копейщик прокачался вот копейщика мы прокачаем тоже вот после убийства он получает одну очко доблести и прокачаем его на движение вот на один мы все равно его распустим мы не я не играю с копейщиком так сейчас мы гатерту дадим хороший нож вот этот был минус 2 ну с колющим ударом но тут у нас есть еще и отравление плюс 4 хороший ножичек мы взяли уже будет получше так забираем обязательно на эту ферму почему потому что на этой ферме помимо мяты есть вот такая древесина так как у нас при старте есть топорщик где он у нас вот он с топором мы не раздавая профессии можем себе нарубать дерево дерево есть не везде поэтому надо запоминать места потому что дерево в игре будет очень нужно для того чтобы все крафтить без него практически ничего не крафтится добавляется только древесина не добавляется опыт за рубку но зато не нужна специальная профессия так можно мясца немножко конечно рвануть но это мы сделаем все чуть-чуточку попозже сейчас мы зайдем вот сюда вот нам нужно так наши пленные пока у нас нету столба мы не изучили чтобы их приковывать у них есть шанс сбежать поэтому мы их сейчас сразу отведем и продадим так гатерту у нас не где жить поэтому нам нужна палата я сразу определяю что этот берсирк он будет у нас изучать мастерство то есть мы его и будем прокачивать вот он так первое котел обязательно строим котел потому что в нем нам надо готовить еду потому что ребята хотят каждый день есть у нас еды только на один день и каждый день хотят зарплату вообще очень странная игра котел кстати изменился он был чуть по другому теперь появилась профессия у нас повар повар это самый-самый-самый нужный боец в отряде я обычно назначаю на него какого-нибудь лучника на день у нас есть еще сейчас забежим еще в тюрьму может там что-то найдем так смотрим что мы тут еще можем сделать мы можем сделать ага веревки у меня стало больше значит на палатку нам не хватает 6 кожи мне нужно всего 2 веревки значит мы можем сделать 3 крюка вот таких вот чтобы лазить по горам сделаем рыбацкий крючок когда мы изучаем новое у нас ну когда мы что-то первый раз делаем или что-то изучаем у нас получается вот такая вот звездочка открытия которая добавляется вот сюда вот добавляет нам очки знаний у нас уже 2 вот добавилось и отмычки отмычки мы сделаем кстати на палатку нужны нужно железо да 2 железо нужно 2 железо 2 так 6 мы уже не сделаем потому что он сразу есть значит из 8 2 железо оставляем пока хватит опять отмычек так шкур мы сейчас где-то убьем кабана будут у нас или волков будут у нас шкуры сделаем и фател и палатку где смогут жить наши новые бойцы так пока вот так мы все и оставляем выходим делаем сохраночку перед тем как вернуться на ферму вот тут у нас есть сундучок чем хорошо штука такие запертые сундуки на которые нужны отмычки их не надо потом грабить если откроешь не будут очки розыска вот например если мы захотим украсть отсюда деликатесы холмов то шкала розыска нас очень сильно конечно порадует поэтому атерт у нас которого мы освободили он у нас будет вором и вот мы начинаем наш первый в игре взлом сундучка потихонечку пробиваем и смотрим где у нас открывается есть плюс 20 взяли взяли безделушку 12 монет на жерелье ока всяких безделушек набрали но это лишняя монетка так и теперь мы на радостях бежим в темницу кстати у нас тут уже больше а вот этих ребят двое а с них выпадает что правильно пять кожи поэтому чтоб они больше не грабили мирных беженцев мы их зарежем так эти два рыцаря конечно будут поплотнее чем просто разбойники так ты зайдешь со спины вы ударите напрямую ты дотянешься дотягиваешься ну поехали лупим пехотинца окружаем его со всех сторон когда мы ставим еще их троем вот так вот вместе странно что не включилась но у них еще защита на троих работает хорошо сейчас он до сдачи на четверочку так и мы бежим копейщику вот поддержку сделали между собой они будут наносить больше урона так а ты зайди со спины вот хорошо на 8 и яд еще сделали хороший удар так кого гатерту досталось на пятерку с копья ну оттолкни его от гатерта вот так вот отлично стой пока здесь а ты добивай его не добил сваливаем бронюшка у него верхняя шкала уже вся уничтожена вот 0 из 5 здоровье мы ему не будем тратить прокачаем мечника обойдем его со спины чтобы было чем окружить и забьем всей толпой и поддержка появилась и окружение появилось то есть бьют сильней вот на десяточку с одного удара еще и блеск получили черту характера это очень хорошо так вот наши пять кожи на палатку нам нужно шесть кожи сейчас кого-то найдем прокачали нашего дикаря вот этот мы возьмем навык дикаря я тоже распущу поэтому пока я ему беру не тратя очки влияния и топай ага уже никуда не топаем подходим вот сюда к стене скале точнее и банки так вы знаете наверное сделаем так даже копейщика мы сразу распустим вот так вот уволить а вот гатерта посадим костру вот так вот посередине костру может четыре человека только находиться поэтому нам нужна обязательно палатка вот так вот оставляем его смотрим у него бронюшка на пять а у копейщика была на восемь добавляем ему новый шмот и его вместо пяти восьмерочка так ну что кормимся и отдыхаем немножко хлеба немножко яблок вот десять процентов того что нас атакуют на привале но на привале нас не атакуют отдохнули взяли очки влияния взяли очки доблести теперь у нас два есть из-за отдыха теперь собираемся к нам прицепился парень его зовут торговец он просит довести его до ближайшего города мы его конечно же доведем и он нам даст за это 15 монеток не такие большие деньги но все же так вот у нас есть знания на что мы их теперь пускаем обязательно пускаем их на такую вещь как бег бег это зажимаем shift и наш отряд некоторое время бежит быстрее он нам очень поможет вылезти из всяких неприятностей скидываем и в знаниях еще обязательно прокачиваем передвижение по миру отряд стал выносливее и двигается быстрее скорость движения по миру повышается на 5% это первое что нам надо прокачать еще вот это и вот это чтобы наши бойцы очень быстро передвигались потому что шкала усталости очень быстро понижается и за это время до того как платить зарплату и кормить людей нам нужно очень много всегда сделать так так как гаккерт у нас уже вор мы возвращаемся вот сюда на шахту сейчас покажу классный прикол сохраняемся заходим на шахту нету железа не наросло кстати железовосстанавливаемый ресурс поэтому всегда надо забегать и проверять тут будет нарастать и добывать железо у него есть соль в сундуке и мы ее украдем у нас а гакер тоже может красть и вот смотрите за воровство можно получить подозрения от 35 до 60 100% когда нас начинает разыскивать стража вот мы его крадем получаем 44 подозрения вот вот здесь на 100 нас объявят в розыск и будут лупашки раз мы выходим не попадаемся стражи на глаза вот она уже появилась у нас есть щифт мы можем щифтом теперь убежать немножко быстрее пробегать главное не добивать кружочек зеленый до конца сохраняемся обязательно почему потому что мы ловим полезных бойцов в тюрьме смотрим кто у нас лучник это тот же лучник кабани воспитания храпун и хищник не интересно не поменялись бойцы они меняются так топорщик нам не нужен и тут мечник который пьяница и карманник он нам тоже не нужен теперь смотрите мы совершили краж у нас 41% подозрения но у нас есть два пленных мы сдаем пленных за деньги немножко не туда нажал вот смотрите сдаем их за деньги выдать пленного 55 монет 55 монет то есть 110 монет мы еще и заработали сдаем и смотрите что происходит со шкалой подозрения сдали его шкала стала 21 сдали второго шкала стала 1 это всего лишь на один ход и тут будет нолик и заработали еще монетки можно выкупить конечно рецепт эфира чтобы можно было с этим эфиром легче захватывать пленных но мы сейчас этого сделать не можем потому что у нас алхимика нет и он должен еще и для подмастерья подмастерья был прокачан и поэтому 50 монеток тратить не будем не уходим почему потому что сдаем тяжелые ненужные вещи в этот магазин и вот такие вот безделушки тоже мы сдаем так это все нам пригодится поэтому денег у нас уже почти 400 монет еды еды у нас тут на денек хватит но мы сейчас отправимся в город нам надо и торговца отвезти и посмотреть что творится в городе так выходим сохраняемся друзья будем проходить именно с этой же точки все по порядку мне очень нравится игра надеюсь она и вам очень понравится в моем прохождении ну а на сегодня все спасибо что смотрели не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал и до новых серий до новых встреч